Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Горящий маршрут. Микроавтобус выгорел дотла на остановке. От Нью-Дели до Гомеля международный фестиваль «Компьютерная страна» прошел в Самаре. Какова Россия на вкус? Кулинарный мастер-класс для иностранцев. И начинаем выпуск с печальной новости. Бывший директор Самарского оборонного завода «Салют» Николай Парола обнаружен мертвым у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. На месте работает оперативная группа и наш журналист. Пока силовики не готовы назвать причину смерти топ-менеджера. Завод «Салют» входит в состав корпорации «Тактическое и ракетное вооружение». Специализируется на механической обработке и сварке металлов. Предприятие производит изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов. Николай Парола пришел работать на завод «Салют» в 1968 году, где прошел путь от мастера до генерального директора предприятия. В следующих выпусках мы будем готовы сообщить подробности трагедии. Маршрутное такси загорелось сегодня в Самаре. Огонь охватил весь салон микроавтобуса. Чипы произошло около восьми утра. Форд стоял на остановке общественного транспорта недалеко от перекрестка Антонова-Овсинка-Карбышева. Очевидцы сняли видео происшествия. Информации о пострадавших и причинах пожарах пока нет. Автомобиль, судя по всему, выгорел дотла еще до приезда пожарных. Далее коротко о других событиях дня. Павлу Шайхаметову предъявили обвинение. Напомним, мужчину подозревают в нескольких убийствах пожилых женщин. Они были совершены 25 и 27 марта, а 28 Шайхаметова задержали. Он был арестован на два месяца. Вину мужчина не отрицал. По делу назначено несколько судебных экспертиз. Мужчину должны проверить в том числе и на наличие психических заболеваний. Кроме того, проверяется его причастность к еще 30 убийствам пожилых женщин на территории Приволжского федерального округа, совершенных за последние 6 лет. В Самаре правоохранители выявили три подпольных игорных клуба. По жалобам жителей полицейские проверили несколько адресов на улицах Победа и 22-го портсъезда. Изъяли компьютеры. Сейчас полицейские проводят проверку по факту организации незаконной игорной деятельности. Ее ход находится на контроле прокуратуры. С 1 апреля грузовикам запретят ездить по дорогам Самарской области. Соответствующий указ подписан в региональном министерстве транспорта. Движения запретят по дорогам, покрытие которых пришло в негодность. Запрет будет распространяться на транспортные средства весом более 7 тонн. Ограничения будут действовать в течение месяца до 30 апреля. Снова скованная из-за ночных морозов Волга вновь покрылась льдом. Сегодня на Рождественскую Волошку снова пойдет ледокол для прореживания льда, чтобы обеспечить начало работы пригородного флота на линии Самары-Рождественна. Первые выходные апреля будут морозными и солнечными. Сегодня ночью столбик термометра опустится до минус 4-9 градусов мороза, местами до минус 14. В субботу ожидается облачное с прояснениями погоды, местами небольшой снег. Температура от минус 2 до плюс 3. Все флаги в гости к нам. В Самаре прошел международный фестиваль «Компьютерная страна» для школьников и педагогов. География участников за все годы удивляет размахом. Нью-Дели, Женева, Минск, Гомель и более 20 российских городов. Фестиваля уже несколько десятков лет. Он заслужил авторитет в сфере информационных технологий. С компьютерными гениями познакомилась Валерия Макарова. Ребята за компьютерами создают видеопослание инопланетянам. Оценивать его будут за оригинальный сюжет, качество и использование разных технологий. Это одно из заданий фестиваля «Компьютерная страна». Его тема в этом году – космос. Участники съехались со всей России и ближнего зарубежья. Это педагоги и школьники, увлеченные информатикой. Заявок пришло более трехсот. Отбор достаточно строгий. Жюри, в общем-то, компетентные. Представители вузов, представители айти-компаний участвуют в оценке работ. И уже лучшие из лучших у нас доходят до очного тура соревнуются здесь. Это и компьютерная графика, и компьютерная музыка, и веб-мастеринг, и программирование. Это один из старейших подобных фестивалей. Он существует уже 21 год. Здесь талантливые программисты, дизайнеры, веб-мастера могут себя показать и на других посмотреть. Именно за творческую атмосферу и полюбился фестиваль. Больше всего нравится атмосфера. Атмосфера товарищества. Очень много интересных участников, интересных людей собирается. Постоянно обмениваемся опытом. Создаем что-то новое, и это интересно. Отдельная программа предусмотрена для педагогов. На мастер-классах они расскажут о своем опыте работы с робототехникой, искусственным интеллектом, лазерными шахматами и новыми методами обучения информатики. Валерия Макарова, Константин Головин, События. С ограниченными возможностями, зато с безграничной силой воли. В Самаре открылась ярмарка вакансий для инвалидов и пенсионеров, то есть для тех, кто привык рассчитывать только на себя. Какую работу предлагает тем, кто не может похвастаться богатырским здоровьем, знает наш корреспондент. Девиз Владимира Михайлова – быть полезным. Он никогда не сидит без дела. Несколько недель назад вместе с родителями коренной петербуржец, страдающий ДЦП, перебрался в Самару и уже отправился на поиски работы. Сегодня удача ему улыбнулась. Строительное, озеленение такое вот и дворникам. Для этого я пришел посмотреть эти все вакансии для меня, которые мне по душе. Дворники и кондукторы, инженеры и бухгалтеры. Список вакансий для инвалидов самый разнообразный – от разнорабочих до специалистов. Не один десяток лет для людей с ограниченными возможностями открывает двери предприятие по производству автомобильной электрики для автоваза. Его учредитель – общество слепых. В общем-то и сейчас стараемся больше уделять внимание инвалидам по зрению. Но тем не менее трудоустраиваемым гражданам, имеющим другие виды инвалидности. Они интегрированы в социум, в общество. Они общаются между собой. В общегородской базе вакансий на сегодняшний день для инвалидов – 1100 рабочих мест. Их предоставили 350 организаций Самары. Того требует закон. С 2015 года на территории Самарской области действует закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Согласно этого закона работодатели расположены на территории Самарской области, имеющие численность работников 35 человек, обязаны квотировать рабочие места для инвалидов в размере 2%. На сегодняшний день в Самаре зарегистрировано 470 безработных инвалидов. С начала года 110 человек трудоустроились. Александр Сергеев, Константин Головин. События. Маслобойка, лапти и самовар. Иностранных студентов знакомы с национальной культурой. Будущие врачи, инженеры из Сирии, Нигерии, Египта, Марокко сейчас учат русский язык в Самарском университете. Чтобы потом поступить в профильные вузы, экскурсия прошла в кулинарном техникуме. Самым долгожданной частью стала дегустация традиционной кухни. Как гости из жарких стран оценивают щи, компоты, блины, знает Алина Чемерис. Пряник. Пряник. Он был праздничный праздник. И он был дорогой. Знакомство с Россией начинается с музея русской кухни. Сладкий пряник, декоративные ложки, диковинная маслобойка. Такого у себя на родине они не видели. Студентам из Нигерии, Египта, Сирии, Марокко, которые в Самаре учат русский язык, удивительными кажутся не только лапти и самовары, но и вполне обычные для россиян вещи. Чайник. Мне нравится здесь. Чайник. Я думаю, чайник – это чудесный предмет. Потому что я не увидел, как такой предмет в дорогой стране, только в России. Следующая остановка – кулинарный цех. Здесь иностранных студентов учат лепить фигурки из добного теста. Гости из жарких стран старательно повторяют за мастером и готовят традиционную русскую выпечку. По словам опытных кулинаров, россиянам есть чем удивить гостей и продуктами, и подачей. Мы работаем хорошо сейчас со свеклой, с морковью, капуста. То есть мы используем вот такой ассортимент и стараемся внедрять и в горячие, и холодные блюда, ну и даже в десерты – свеклу, морковь, какие-то такие наши, репу, даже овощи. Все, кто сегодня в гостях у кулинаров – студенты факультета дополнительного образования Самарского университета. Они живут в России всего несколько месяцев. Чтобы в будущем пойти учиться на инженеров, фармацевтов и врачей, им сначала нужно выучить русский язык, а заодно и приобщиться к культуре. Мы разработали программу для более подробного изучения русского языка и для того, чтобы посмотреть на быт предметов именно изнутри. Сейчас не все могут попасть в деревню, в русскую избу, и мы здесь создаем такую пример русской избы в нашем музее русской кухни. Главная часть экскурсии – дегустация традиционных русских блюд. Меню организаторы подбирали тщательно. Старались угодить и мусульманам, которые не едят свинину, и христианам, которые сейчас соблюдают пост. Сегодня на обед – щи боярские в горшочке, блинчики с медом и компот. Мнения иностранных гостей разделились. Во многих странах подобных блюд просто нет. Гости пытаются сравнить русское меню с тем, что постоянно едят у себя на родине. А суп – это компот. Кампот. Здесь нет в Египте. Дорогой суп. Русские блины очень вкусные. Не как французские блины или арабские блины. В кулинарном техникуме иностранцев с русской культурой знакомят уже второй год. В этот раз число гостей больше, чем в прошлый. Чем удивят студентов на следующий год, организаторы пока держат в секрете. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Вопросы, касающиеся противодействия экстремизму, процесс создания общественных советов, наведения порядка в сфере ЖКХ, благоустройства Самары к Чемпионату мира и многие другие вопросы, будут подняты во время эфира программы «Главная тема». Ее гость – губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Интервью главы региона выйдет в эфир на нашем телеканале сегодня, 31 марта в 21.00. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Движение на Южном мосту ограничат уже завтра. На совещании в мэрии проложат альтернативные маршруты. Не на птичьих правах. Накануне Международного дня птиц в Самарском зоопарке выберут лучший скворечник. На уборку всем городом в мэрии сегодня подпишут соглашение с общественниками. Внимание телезрителей! С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин